Беседа с архипастырем Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире передача «Беседы с архипастырем» в студии Анна Грекова. Я рада приветствовать главу Бешкекской Кыргызстанской епархии, епископа Данила. Ваше Просвященство, благословите! Благословите, Анна! В сегодняшней передаче мы затронем тему церковной догматики. В настоящее время существует мнение, что достаточно просто быть хорошим и нормальным христианином, а церковная догматика якобы уводит человека от живого общения с Господом. Ваше Просвященство, так ли это? И прошу начать с того, что дать определение вот этому термину, что есть догмат веры. Догмат — это переводится «непреложная истина», то есть она не изменяется, она никак не может куда-то повернуть, развернуться, какими-то вармофозами изменяться, ни в коем случае. Это та непреложная истина, которая основана на Священном Писании, на каждой ее букве, запятой и точке. Догматы выработаны как и соборами, определениями, канонами. И догматы, они, конечно же, пролиты кровью мученической, подвигами преподобных, святительскими молитвами. То есть эта вся полнота церковная великими трудами определили словами то, что нам Господь дал через Священное Писание, непреложной истины. Их изменить или как-то еще поменять или что-то в них там ослабить или прибавить невозможно. То есть вот формулирование этих догматов, могло ли оно быть как ответом на какие-то еретические воззрения, которые там возникали в церкви? Почему вообще возникла такая необходимость? Первоначально церковь пользовалась устными определениями догматов, но мы уже знаем в первом веке, как гностики возникают. И так в течение многих веков, до 4 века, до 1 Вселенского собора, 325 году, который происходил, то этих ересей очень было много. И устное предание, устное определение этих догматов, оно коверкалось, потому что оно не было записано и определено всей соборностью церкви. И поэтому мы были вынуждены провести в течение 500 лет, грубо говоря, 400 лет, несколько Вселенских соборов, так называемых Сен-Селенских соборов, которые определили четко, ясно, понятно для нас все определения догматические. Вот эти определения догматические, они осуществлялись под водительством Святого Духа или все-таки это стройное человеческое учение, которое укоренилось в веках? Нет, только благодатью Божией, да, конечно. Конечно, здесь не исключается и разумение, и знание, и опыт церковных, и жизни человеческой, и опыт духовной жизни. Но при этом, конечно, особое действие благодати Божией, оно тут в первую очередь берется. Можете ли Вы перечислить основные догматы? Догмат, в первую очередь, о троице, о двух естествах, двух природах Господа нашего Иисуса Христа, Бога, человеческой природой, то есть Его Божественной и человеческой природой. Потом догматы, которые связаны с таинствами, вот таинство Евхаристии, таинство Крещения, таинство Венчания, определенные формулы, которые непосредственно существуют и определяют сами эти таинства. Но так можно многое, что-то другое объяснять. Это и догматы, и понятия о церкви, о спасении, конечно же, Боговоплощение. Многие-многие те моменты, которые охватывают непосредственно сами основы и фундамент церкви. А вот сами проведения, богослужения, вот литургика, это тоже какая-то догматическая основа у них? Литургик, она выражает образами все догматические основания, которые были определены Вселенскими Соборами. То есть догмат как бы сохраняет ум христианина в правильном богопознании, не дает ему уклониться направо-налево. То есть все таинства, все чинопосредственные божественные турги, вечерние, утренние, круг суточный, недельный, годовой, месячный, богослужебный, они нам определяют каждый раз, нам напоминая о тех основах веры, которые мы с вами знаем. За каждой божественной тургией, вот как один из фактов, поется символ веры, которым выражается четко, ясно в словах все наши догматы, которые мы исповедуем. В таком случае христианин, который отрицает эту догматику, он, получается, находится в каком-то таком опасном состоянии, да, блуждании ума, я так понимаю, да? Он находится вне церкви, потому что неисповедание догматов, тому, как мы знаем из книги Откровения Иоанна Богослова, апокалипсис, что в последние времена и любовь истягнет, но человек, только правильно исповедующий Бога, тот уже будет за это даже спасен. Поэтому правильное исповедание — это очень важный момент, потому что неправильное исповедание приводит и к расколам, и к падению нравственной, моральной жизни. Человек теряет все основы, он постепенно превращается в чудовище. Владыка, значит, можно сказать, что вот эта церковная догматика, она сохранила непоколебимость нашей Церкви. Две тысячи лет она стоит, и никаких изменений не происходит, как вот по слову апостола, что даже точку, да, нельзя поменять. А что касается вот современных каких-то конфессий, вот этих распылений, которые происходят, например, среди протестантов, огромное количество учений от того ли, что нет вот этого фундамента? Вы знаете, тут надо сразу брать слова Христа, обращенные к апостолу Петру, или к Симону, к Иафе. «На семь садишь ду церковь мою, на камни, да, и врата адовы не одолеют». То есть на основу веры во Христа, те догматы, которые сформировались, они есть тот фундамент, который даже врата адовые не могут поколебать. В течение первых тысячелетия христианства, например, в иконоборчество, когда время было иконоборчество, седьмой и восьмой век, ведь оставалось всего несколько человек, исповедующих православие. Остальные были все иконоборцами, уничтожали иконы, святыни. И при этом все равно истина была, конечно, не побеждена, а побеждена та неправда, которая была в иконоборчестве. И в истории таких моментов очень много. Есть вероучительные какие-то каверзные вопросы, которые проникают в церковь, как орианство, нестарианство, монофизитство, они изнутри как бы. Есть уничтожение веры снаружи, как гонения различные, как вот в 20 век весь полностью советская идеология пыталась уничтожить и заменить веру православную, вообще веру. Таким образом, мы видим непоколебимость, например, православной церкви. В православной церкви, в русской православной церкви, произошло, можно сказать, одно единственное страшное явление. Это раскол, когда в 17 веке появились, так называемые, старообрядцы. Но они тоже возникли, тоже не на пустом месте, когда наоборот, традиции и обряды приобрели некое такое догматическое значение. Что, по сути, нельзя делать, потому как традиции и обряды, они видоизменяющие, они живые. Они со временем приобретают новые какие-то формы, внешние и внутренние. А догматы — это то, что не изменяется. И в истории церкви православной мы видим вот эту непреложность и неизменяемость в догматах, которая сохранила нас. В православии, то есть мы видим и смотрим, конечно же, русское православие, преемницы греческого православия, восточное христианство, назовем в общем, то, где истины сохранялись и очень мучительным и продолжительным путем, береглись и формировались в словах, что очень немаловажно, и они непреложны. И если мы, не дай Бог, где-то как-то начнем, то, конечно, нас постигнет та же участь, как и западная церковь. Но восточная церковь, как уже более чем 2000 лет, хранит эти истины. И дай Бог, чтобы эти истины были абсолютно неизменяемы. — Ну вот дело в том, что некоторые православные, сейчас мы немного говорили о тех ответвлениях, но некоторые православные, вот опять же, письма приходят, которые говорят, что церковь наша закоснела вот в этой догматике и нет живой связи с Богом. Они считают, что достаточно просто быть хорошим человеком, не убивать, не воровать, там, приносить свечку. Скажите, вот это основание только на нравственности, спасти свою душу, оно верно или нет? — Да, абсолютно. У нас, знаете, мы уже за 2000 лет прошли этих нравственных путей куча. И, к сожалению, нравственный путь, он не имеет основания. Человек бывает высококультурным, высокообразованным, интеллигентным, но при этом страшным чудовищем, фашистом. И убивать людей только за одну идею, что он выше, его национальность, его раса выше при всех. И он имеет право убивать, уничтожать других людей, другие расы. Вот вам как один из фактов. То есть сама культура, культурный пласт, он не имеет того основания, того стержня, который должен иметь. Да, он может быть нравственным, но под этой нравственной маской может быть самое страшное чудовище. — Ну, заблуждение просто даже. — Абсолютно. — В том числе и драматическое тоже. Да, современный человек, он часто заблуждается, потому что наше такое нео-религиозное явление, которое существует, оно нам, к сожалению, навязывает часто очень много ошибочных. Ну, я же души этом верю, или я вот хороший человек, я таких страшных грехов не делал. Множество-множество различных оправданий, но на самом деле человек пребывает в страшных заблуждениях. Дай Бог, чтобы, конечно, это не привело к большим последствиям, но чаще всего это приводит к малым последствиям, которые отражаются и на частной нашей жизни. — Ваше Преосвященство, благодарю Вас за интересную познавательную беседу и прошу Вас завершить ее. — Благодарю, Анна, и всех благодарю, потому как тема о догматах нашей веры — это такая очень животрепещущая и основная тема во все времена — есть, была и будет. Дай Бог, чтобы наша вера всегда была крепка, и вокруг этих догматов наша вера основана, и она была бы хранима этими догматами, а мы с вами должны хранить эти догматы как непреложную истину. Субтитры создавал DimaTorzok